В эфире Лицкого телевидения мы продолжаем рассказывать о ходе важной электоральной кампании в Беларуси. Ради общего будущего важен голос каждого твердо убежденной белорусы. Высокая активность на протяжении единого дня голосования на всех избирательных участках страны, в том числе и в нашем регионе. За что голосуют литчане, подробнее расскажем я, Юлия Кевра и мои коллеги. За профессионализм и преданность белорусскому народу президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в едином дне голосования. Свой выбор глава государства сделал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Уже после голосования президент по традиции пообщался с представителями СМИ, ответив на многочисленные вопросы, касавшиеся как ситуации в стране, так и международной повестки дня. Темы, которые белорусский лидер обсудил с журналистами, были самые разнообразные, о попытке беглых дестабилизировать обстановку внутри Беларуси, сотрудничество нашей страны на площадках ЕАЭС и другие. Мы в Минске были уже четыре дня и посетили несколько избирательных участков. Мы увидели, что люди голосуют свободно и, самое главное, демократично. Однако западные страны по-прежнему считают, что выборы в таких странах, как Беларусь, Турция, Россия и Иран, они не демократичны и используют это как оружие. Как вы считаете, что эти западные страны хотят от наших стран, да, и что вы считаете вообще по этому поводу, когда вот они признают выборы недемократичными? Если у нас в Турции, Иране, вы мало назвали стран, и Корея, и Китай, и Россия, можно много назвать, ну я уже не говорю о монархиях, богатых, о них ничего не говорят. А вы не знаете почему? Деньги. Поэтому надо иметь в виду, что турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы для белорусского, россияне, китайцы для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. Выборы покажут. Вот любые выборы, в том числе наши, недемократичные, ответят на многие вопросы. Вот абсолютно, искренне и честно скажу, нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. И если в советские времена как-то фальшивили, я же помню, все было, и буфеты там, и выпить, и закусить, все было. Но это было как-то натянут, это было без души. У нас это душевно все проходит. Поэтому мы проводим искреннюю, честную политику. И точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. Во имя этого мы будем делать все. Понимаете, все. И я говорю часто, и это так, это аксиома. Дрожащими руками власть не держат. И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Владимир Матвеев, Белта. Вот в контексте нынешней избирательной кампании оппозиция начинает раскручивать тему. Пойдете вы или нет на следующие президентские выборы в следующем году? Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать, вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте. Мы сделаем так, как это надо для Беларуси. Жители Лиды в электоральной кампании принимают активное участие. С самого утра они направились на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов в депутаты в палату представителей и местные советы. Среди голосующих и председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник проголосовал он на избирательном участке, расположенном в Лидском музыкальном колледже. После совершенной процедуры голосования глава района по традиции оставил слова пожеланий в книге для почетных гостей. Единый день голосования – это впервые в истории суверенной нашей молодой республики. И элитчане традиционно демонстрируют свою зрелость. И даже если анализировать предварительное голосование, то явка у нас высокая, это более 40%. Поэтому остается здесь в основной день прийти еще всем гражданам и исполнить свой гражданский долг. И проголосовать за сильную протестующую Беларусь, за наше будущее. Конечно же, выразить свою гражданскую позицию. Депутатский состав, он такой авторитетный на сегодняшний день. Когда мы посмотрели те, кто заявился на выборы. Поэтому я уверен, что наши граждане проголосуют. Депутаты займут свое достойное место в общественной жизни нашего региона. И будут работать, конечно же, на пользу и на развитие Лицкого края, грудничный в целом и на благо нашей республики. Обстановка на избирательном участке музыкального колледжа торжественная. Всех голосующих встречает оркестром. Всего здесь ожидают более полутора тысяч избирателей. А вот на избирательном участке в средней школе номер 4 более тысячи голосующих. Порядка 40% избирателей совершили здесь свой выбор в период досрочного волеизъявления. Те, кто еще не отдал голос, пришли сделать это в единый день голосования. Я сегодня пришла голосовать. Отдаю свой голос до надежных депутатов. Надеюсь, что они выполнят свою программу. Голосовать – это важно. Приходите все голосовать. Так мы можем повлиять на наше будущее. Сегодня я пришла голосовать, потому что считаю, что голос каждого гражданина очень важен для будущего нашей страны. Я пришел выполнить свой гражданский долг с дочерью, показать ей, что это такое. Она очень интересовалась. Выборы организованы, в принципе, комфортно, все хорошо. Но дал свой голос. Оживленно с самого утра и на избирательном участке 25 в средней школе номер 8. Порядка 30% избирателей уже проголосовали во время досрочного голосования. Сегодня ожидается, что свой выбор в учреждении сделают почти 2000 человек. Я голосую за свою страну. Я голосую за порядок в стране. Я голосую за то, чтобы не было никогда у нас войны. Вот за это я пришел голосовать сегодня. Я пришла сегодня голосовать, потому что я считаю, что это долг гражданский каждого человека, каждого жителя, не только Лиды, но и каждого сознательного жителя нашей Беларуси. Сделать свой выбор и проголосовать за депутатов всех уровней важно и тем, кто по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может прийти на избирательный участок. Для таких граждан организовано голосование на дому. Члены избирательных комиссий с ящиком для голосования, списками и бюллетенями едут к тем, кто изъявил желание быть услышанным в единый день голосования. Анна Александровна, здравствуйте. Это 22-й избирательный участок. Можно мы пройдем по поводу голосования? 83-летняя литчанка Анна Юшкевич впервые встречала у себя дома членов избирательной комиссии. Раньше она всегда голосовала непосредственно на участке. Сейчас проблемы со здоровьем не позволяют ей это сделать. Однако Анна Александровна всегда готова исполнить свой гражданский долг. Надо же выбирать кого-то, чтобы кто-то руководил, кто-то защищал наши интересы, наши потребности, наши депутаты наши, чтобы за их голосуем, чтобы они были как власть, чтобы они защищали интересы нашего народа. Побывали члены избирательной комиссии и у литчанки Лидии Ярославской. Она всегда отличалась активной жизненной позицией и ходила на выборы. К тому же Лидия Дмитриевна когда-то сама была председателем избирательной комиссии. Сейчас же, в свои 93 года, Лидия Ярославская по состоянию здоровья не может покидать пределы дома. Однако это не мешает ей голосовать. Поэтому литчанка заранее сообщила комиссии, что хочет видеть ее представителей у себя в гостях. Я родилась очень давно, в 31 году. И всю жизнь я помню, как люди голосовали и в годы войны, и после войны. И помню все периоды этой жизни. И я всегда участвовала в голосовании. И будучи техником, и будучи учителем, и директором, это долг каждого человека, не только обязанность, но и долг. И я, конечно, с удовольствием за нашу страну голосую. И голосовала. Потому что проехала я с мужем по многим республикам. Самая лучшая республика – это Белоруссия. Была и в годы, это довоенные, и после войны пережившая столько. И мы здесь обосновались. Он военнослужащий был, военный врач. И мы остались здесь. Самые добрые, самые умные, талантливые люди. С нетерпением ждал прихода членов избирательной комиссии Ильичанин Михаил Трукшин. Сегодня ему 96 лет. С биографиями кандидатов в депутаты районного и областного советов депутатов, а также палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, их программами Михаил Сергеевич ознакомился заранее. Поэтому, когда делал выбор, долго не раздумывал. Отдал свой голос за наиболее достойных, на его взгляд, кандидатов. Я мужик, как говорится, старой советской закалки. Так что я соблюдаю все требования, которые должен исполнять гражданин, как было Советского Союза, так сейчас гражданин Республики Беларусь. Хочу, чтобы в дальнейшем наша Беларусь, независимая, любимая наша Беларусь, процветала, чтобы не было у нас никаких войн. Члены участковых избирательных комиссий Лиды и Лидского района сегодня посетили всех, кто хотел проголосовать на дому. Избиратели же остались благодарны им за право участвовать в жизни страны. В числе тех, кто самостоятельно не смог явиться на избирательные участки, и ветераны Великой Отечественной войны. Их члены участковых комиссий посетили лично, среди них ветеран Николай Мычко. Совсем недавно Николай Васильевич отпраздновал свой 100-летний юбилей. Несмотря на вековой жизненный стаж, он все еще в бодром расположении духа. Вот и сегодня, в единый день голосования, ветеран твердо и решительно сделал свой выбор за будущее нашей страны. Высокую активность отметили и на избирательных участках, в сельских населенных пунктах. Так же, как и в дни досрочного голосования, жители агрогородков Гуды и Крупова приходят на избирательные пункты, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата. За ходом голосования жителей сельской местности наблюдала и наша съемочная группа. В агрогородке Гуды участок для голосования номер 51 расположился в местном центре творчества и досуга. С самого утра принимают посетителей. За период досрочного голосования здесь проголосовало 37% избирателей. Всего же зарегистрировано 533 человека. Народ идет голосовать активно, так же, как и на досрочном голосовании, так же и день выборов. Наш участок включает в себя 7 населенных пунктов. Это агрогород Гуды и плюс еще 6 отдаленных деревень. Самое далекое – это 15 километров отсюда. Естественно, там живут одни старики. Они обращаются к нам с просьбой, чтобы отправили комиссию к ним на дом. И затем мы исполняем эту просьбу. Голосование идет без нарушений, спокойно в своем решении. Среди голосующих как старшее поколение, так и семьи с детьми – молодежь. 10 человек на данном участке голосуют впервые. Каждый убежден – единый день голосования в Беларуси является важным событием для страны и ее граждан. Голосовать пришла, потому что небезразлична судьба страны. Пришла сегодня именно потому, что всю неделю не было возможности. Каждый голосующий внесет свой вклад в развитие Республики Беларусь. Это долг каждого гражданина Республики Беларусь проголосовать за кандидата. Того, кого мы выберем, будет представлять нас в социальных сферах. От каждого голоса будут зависеть результаты голосования. Явка на досрочном голосовании в агрогородке Крупова составила 37%. Здесь всего в списках избирателей 696 человек. Из них четверо такой выбор делают впервые. К слову, к этому избирательному участку относятся 16 населенных пунктов. Мы всегда голосуем, потому что считаем, что наш долг отдать свой голос за тех кандидатов, которые нам нравятся. И которые, я считаю, будут определять будущее нашей страны. Для каждого избирателя это очень важно, потому что у нас есть дети, внуки. И мы голосуем за их будущее и за будущее нашей страны. Сегодня я пришла проголосовать, потому что это наше будущее. Вся информация находится на стендах, и это очень удобно. Мы выбираем человека, который будет представлять наши интересы, наши интересы наших детей. Результаты единого дня голосования помогут определить политическую картину страны на ближайшие пять лет. Однако уже сейчас можно точно сказать, каждый белорус понимает, что голосуя за понравившегося кандидата, вносит свой вклад в дальнейшее развитие страны. Проявили свою активную гражданскую позицию. Пациенты Лицкой центральной районной больницы также приняли участие в едином дне голосования. Сейчас они проходят лечение в учреждении здравоохранения и не могут прийти на свои избирательные участки. Жители региона голосуют за сильную и процветающую Беларусь. Тему продолжит Анжелика Зверко. Сделали свой выбор. Пациенты Лицкой центральной районной больницы приняли участие в едином дне голосования. Специально для них в учреждении здравоохранения был организован избирательный участок. Отдать свой голос за кандидатов в депутаты смогли все желающие. Среди них и литчанка Светлана Лисовская. Она считает, что каждый белорус должен исполнить свой гражданский долг. До этого каждый раз я приходила на свой участок и отдавала свой голос. Ну а сегодня спасибо комиссии, которая предоставила нам возможность даже в условиях нахождения на лечении проголосовать за будущее нашей страны, за нашу Беларусь. Пациенты центральной районной больницы смогли проголосовать не только на закрытом избирательном участке, но и прямо в палатах. Такой возможностью воспользовалась и литчанка Екатерина Лебецкая. Так уж сложилось, что единый день голосования она встретила в стенах роддома. Совсем недавно девушка стала мамой и теперь отдала свой голос. Мы, как и все, хотим внести вклад в развитие в нашей стране. Я голосую за светлое будущее своей семьи, своего ребенка, который появился на свет 22 февраля в стенах Лицкого роддома. Анастасия Берг принимает участие в голосовании впервые. Девушке недавно исполнилось 18 лет, а значит самое время выразить свою позицию. Анастасия понимает значимость этого события, поэтому к выбору кандидатов подошла очень ответственно. На память ей вручили подарочное издание Конституции Республики Беларусь. Я сегодня голосую в первый раз. Очень приятно, что вы вручили Конституцию. Надеюсь, я выбрала достойного кандидата. Личане надеются, что выберут достойных депутатов, а те, в свою очередь, сделают все для развития и благополучия страны. Напомним, участки для голосования сегодня открыты до 20.00. Об итогах избирательной кампании 2024 мы расскажем в следующих выпусках информационной программы события. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова